Гвардейцы, недовольные засильем иноземцев, поддержали цесаревну и в день переворота буквально на руках внесли Елизавету во дворец. Все произошло быстро, бескровно. Готовился заговор давно, но цесаревна медлила. Так что и в детстве, и в цветущей юности красавица царевна могла лишь мечтать о царском венце. Не раз пытались найти ей выгодную партию, но свадьбу так и не сыграли. И вдруг счастливый поворот судьбы. Елизавета восходит на трон. Ее ждет Москва, коронация. В Москве она родилась в тот день, когда русские войска с триумфом входили в город после полтавской виктории. В Кремле она присутствовала на коронациях Екатерины I, Петра II, Анны Иоанновны. И вот наступил день ее собственного венчания на царство. Несколько изменив ход торжественной церемонии, она своими руками возложила на себя корону, показывая этим, что достигла власти благодаря лишь Богу и себе самой, что корона принадлежит ей по праву рождения. В Петербург она возвратилась признанной, бесспорной, настоящей государыней, покорившей подданных приветливостью, щедростью и красотой, да еще милосердием, так как поклялась никого смерти не предавать. Елизавета Петровна была от природы живой и остроумной, любила музыку и театр, а танцевала лучше всех придворных дам, что и подтверждала на балах, карнавалах и маскарадах, следовавших почти непрерывно, особенно в начале ее царствования. Это было время удивительной легкости нравов, изысканной галантности и вызывающей роскоши. В дворцовых залах собирались многие сотни знатных гостей. Какие алмазы сверкали на камзолах елизаветинских вельмож, какие самоцветы украшали светских красавиц. Говорили, что такого количества драгоценных камней, как в России, нельзя было увидеть нигде. А самой яркой звездой на всех балах и приемах неизменно оставалась сама императрица. Прическа ее всегда была украшена бриллиантами, отвести от государыни взгляд даже в ее поздние годы было поистине невозможно. К этому впечатлению надо добавить еще приветливость, обаяние и привычку Елизаветы Петровны играть роль гостеприимной и радушной хозяйки. Целых три года ей понадобилось для того, чтобы ответить на письмо Людовику Пятнадцатому. Однако это была осторожность, нежелание торопиться. «Я долго думаю», — говорила она, «но если раз на что-то решилось, то не оставлю дело, не доведшее его до конца». Она принадлежала к числу монархов, правящих твердой рукой и направляющих народы к избранной цели. Страсть Елизаветы Петровны к нарядам и украшениям поражала как современников, так и потомков. Не считая четырех тысяч платьев, сгоревших как-то при пожаре, после нее осталось пятнадцать тысяч платьев, два сундука шелковых чулок, тысячи пар тухель. Со дня восшествия на престол она ни разу не одела дважды одного и того же платья. Нередко во время бала трижды меняла наряды. При этом одеваться по последней моде могла только она. Придворным дамам разрешалось шить платье лишь по тому фасону, который государыня уже наскучила. Она бегло говорила по-французски, могла изъясняться на немецком и итальянском, благоволила развитию просвещения наук и искусств, открыла первый в России университет. Строила дворцы и храмы. При ней российский двор считался самым блестящим в Европе. Порой она бывала бережлива, при ней Россия оказывала безусловное влияние на международную обстановку, находясь порой в самом центре политических комбинаций, противоборств и союзов. Елизавета Петровна располагала огромной по тем временам военной силой трехсоттысячной армией, которая входила в Кёнигсберг и дважды брала Берлин. Как было остроумно замечено, карта Европы зависела от распоряжения ее. Ровно двадцать лет царствовала она, содействуя по мере сил благодетельным переменам. О замужестве ее или о детях достоверных известий нет. Ушла красота, увы, ушло и здоровье. В конце жизни она слушала доклады, лежа в постели. В последние дни сама заставила священника читать отходные молитвы и сама их повторяла за ним. Затем исповедалась, причастилась к святых тайн и с тем отошла.